добрый добрый день дорогие друзья доброе утро гутен моргин гутен моргин из германии я сейчас германия поэтому всем гутен моргин нахожусь я сейчас городе эрландин эрландин вот осмотрит меня урок торы балкона мариуполя тоже вот мы проводим уроки торы из разных мест мира до олег гусаров всем бодертов шалом доброе утро гутен моргин да и значит мы изучаем тору мы изучаем тору то что всевышний передал через машера бену моисея пророка моисея 3333 года назад на горе сена еврейскому народу виктор кутман шалом всем шалом и значит мы изучаем хотим понять как как служить всевышнему и на уровне понимания изучаем дальше на уровне выполнения заповеди делаем урок у нас построен сейчас по следующей последующей технологии до вначале мы изучаем законы злоязычия это самое распространенное нарушение торы самая легкая самая распространенная по как его сделать но по эффекту самое страшное за нарушение этих законов был разрушен иерусалимский храм и еврестий народ находится уже 2000 лет в изгнании которое вот сейчас она близится к завершению и вот мы видим все равно сейчас то есть на этом надо сделать самый большой акцент значит мы изучаем книгу хэфэцхайма и ее изложение равом зельгом плискина береги свою речь и так значит сегодня мы дошли до 12 уже пункта до 12 главы и до 12 как сказать до 12 пункта так правильно будет называется он отрицательные черты характера ну у кого их нет у кого их нет до отрицательные черты характера каждый человек если он в себе покопается то он может до сегодня день рождения моего отца чтобы бог продлил его жизнь до 120 лет дала ему здоровья счастья успехов и радости в жизни много радости в жизни так вот значит если мы спросим вот любого человека практически да даже самого большого от садика мы спросим есть у тебя какие-то отрицательные черты характера большинство людей ответят да есть есть у меня каждый назовет что-то свое но можно ли об этом сказать человеку в лицо что а ты знаешь у тебя из статьи черты характера плохие или же еще хуже да сказать про него что у него есть плохие черты характера про кого-то говорит нам хаффетскаем что запрещено в разговоре с тем-то указывает на отрицательные черты характера другого человека представляете вот просто запрещено точка никаких нету оснований и так далее обсуждать перемывать кости кому-то и говорить что у него у него значит плохой характер также запрещено указывать на какой-либо частный случай неприятных проявлений характера например там он рассердился разгневался он злится раздражается по пустякам и так далее значит нельзя сказать про них про кого нельзя это разговаривать и такие замечания запрещены даже если сказанное справедливо и общеизвестно теперь получается а что же делать а что же делать но если вы хотите его исправить если вы хотите кого-то исправить поговорите с ним попробуйте его исправить в начале правда задайте себе вопрос я зная своих отрицательных чертах характера исправил себя большинство скажет нет стараюсь вот я например я очень стараюсь есть несколько таких черт моих которые я очень хотел бы исправить годы уже года я стараюсь говорил говорил по моему это говорил веленский гаон или веленский гаон или рабе строил слантер он говорил что легче изучить весь талмуд чем исправить себе одно качество характера это очень сложно и когда вы думаете ну то есть закон про других говорить нельзя плохо потому что в этом нет никакого смысла это конкретное нарушение торы и если вы про кого-то рассказываете что он гневливый так ему передадут а он еще на вас разневается вот и все или же если вы про кого-то рассказываете что он там гневливый или жадный или чё какой-то значит вы рассказали тот человек послушал и что что изменилось жизни ничего то есть но вы нарушили заповедь тора нельзя это делать теперь ну а что надо нужно с ним побеседовать в тактичной и мягкой манере и посоветовать ему избавиться от неприятной черты характера этим мы выполним заповедь повелевающий указывать чеку на его недостатки окажем ему большую услугу то есть есть такая заповедь тоже ухех таких это амитеха то есть увещевая ближнего своего не понесешь ты за него грех то есть здесь в мягкой форме можно ему сказать вот ты гневаешься не надо гневаться но по факту он сам знает что он гневается он разве не знает что он гневается если ты ему даже скажешь что он гневается то он может ну ему будет неприятно как минимум но опять же мы стараемся действовать под понять как нам говорит тора действуя да и по торе нужно сказать ему мягко лично ему что тебе бы стоило бы исправить эту эту черту характера теперь о приводит он примеры как нельзя говорить как нельзя говорить ну вот он приводит такой как диалог небольшой ашер прекрасный человек занимается благотворительностью но он настолько кажется себе совершенным что впадает в грех самодовольствия иногда просто невыносим это очень раздражает якова якова осторожнее не рассказывая другим о самодовольстве ашера его тщеславия не нравится тебе ну так и живи с этим но бывает зачем ты другим рассказываешь то есть пользы же от этого нет так игорь волосюк человек не понимает что да ицкак пентусевич евреи этого икра это уроки тора если вам случайно вы сюда попали то то значит можем с вами или попрощаться или спокойненько слушайте все значит или например господин бернштейн вот еще один пример диалога господин бернштейн скуповат он получает огромную прибыль от выгодного бизнеса но если судить по размерам его пожертвований на жизнь еврейской общины можно подумать что он бедняк об этом недостатке запрещено говорит даже если этот факт общее известие представляете вот нельзя прийти прийти нельзя в например человек приходит в синагога да о чем разговаривать нельзя обсуждать других людей вот просто нельзя обсуждать других людей даже если вам что-то в них не нравится нельзя это обсуждать все понятно да теперь это мы выучили очень важный закон очень важный закон что нельзя указывать обсуждать недостатей других людей. Это сплетни. Игорь Волочук, как сейчас его отключить? Он такие... Видно, что он не... Ладно. Хорошо. Значит, дальше. Дальше есть краткая книга заповедей. Есть краткая книга заповедей, которую мы изучаем. Краткая книга заповедей, которую мы изучаем. И ее написал тоже Хафецхаем. Краткую книгу заповедей. Значит, сегодня мы дошли уже до десятой заповеди. Десятая заповедь это называется заповедь Цицит. Видите? Вот эти вот веревочки на краю одежды называются Цицит. Значит, написано в Торе. Прямо прямым текстом. Сказано в Торе в книге Бамидбар. И сделают себе Цицит на краях своих одежд. Так там написано. Значит, если одежда четырехугольная, такое четырехугольное, как квадратный такой кусок ткани. Вот здесь дырка в нем. Значит, и у него четыре конца. Нужно на эти четыре конца привесить специальные вот такие вот нити. Значит, эти нити, они их четыре, получается. Четыре нити длинных. Четыре нити. И когда ты их связываешь, получается восемь, восемь получаются вот этих вот концов. Видите? Восемь концов. Значит, почему нужно носить их на краях своих одежд? Так Бог сказал. Так Бог сказал. Значит, это повелевающая заповедь. И Он объяснил. Когда вы будете их носить, будете смотреть на них, и будете вспоминать все заповеди Бога, и не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. Значит, как это работает? Вот смотрите. Значит, работает это следующим образом. Человек, он, когда он живет, вот просто он живет, да, вот, сейчас, например, вы смотрите урок Торы. В это же самое время вокруг, вокруг есть разные звуки, есть разные люди, есть разные какие-то там комментарии кто-то пишет. Внутри у вас есть воспоминания, надо сделать то, надо сделать это. И человек, он все время, его внимание блуждает. Блуждает. Чем влекомо это внимание? Внимание влечет сердцем, его мышлением. То есть, у него постоянно из подсознания всплывают в сознание разные незавершенные дела, желания, воспоминания. То есть, это называется внимание блуждает влекомое сердцем и глазами. Глаза человека реагируют на малейшие изменения от того, что происходит вокруг. Получается, внимание постоянно прыгает вот так вот по окружающему миру. Вспомнил туда, у нас квартира ГАЗ, а у вас? И вот так вот постоянно у человека идет полный калейдоскоп в голове. Теперь, значит, что Бог сказал нам? Бог сказал, носите на углах одежды вот такие вот кистицицид. И будете смотреть на них, то есть, вы будете на них смотреть. Ты же все время видишь людей. А там еще будет раньше, раньше одна из нитей была голубого цвета. Одна из нитей была голубого цвета, назывался этот цвет тхелет. Тхелет, это был такой цвет, который, который добывали эту краску из специального моллюска, который раз в 70 лет выходил на берег моря. Это была, особенно, особенно это была краска, которую сейчас, некоторые говорят, что мы нашли эту краску. И есть, вот если вы присмотритесь, есть те, которые ходят цицид, и в них есть голубая нить, но большинство ходит без этой голубой нити, потому что говорят, ну мы забыли, это было во время храма, потом евреи ушли из Израиля, этот моллюск выходит, никого нету, и значит, все. Теперь, значит, написано в Торе так, что будете смотреть на кистицицид, и будете вспоминать все заповеди Бога, и не будете блуждать легком и сердцем, и глазами. Значит, вот представьте, ты идешь по улице, тут навстречу идет человек, у него цицид, и у него голубая нить. Ты такой, оп, увидел, и сразу вспоминаешь, так, цицид, заповеди, что для меня главное в жизни? Царь Соломон сказал в конце экклезиаста, экклезиаста, это исследование полностью, Коэлит, книга называется, исследование всего, что есть в этом мире, как на уровне мировоззрения. И в конце он говорит, Коэлита, он все исследовал, начал он словами, все суета, сует, это известные слова, закончил он словами, что, совдавар, в конце концов, все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. И в этом, только в этом есть смысл жизни, в течение жизни, выполнить больше божественных заповедей, с помощью которых ты соединяешься со Всевышним, с помощью этого соединения, ты переходишь на свой следующий уровень развития, который как в потенциале. Человек развивается из маленького, там, из яйцеклетки и сперматозоида, из клетки потом появляется зародыш, из зародыша через 40 недель выходит младенец, из младенца к 25 годам вырастает такой биоробот с компьютером на голове, который заполнен мыслями, у которого 70 тысяч мыслей в день проскальзывает через его сознание, но большинство людей блуждает, влекомые сердцем и глазами. А не вот идти в калейдоскопе, что делать, куда делать, куда бежать, что важно, что не важно, куда, какие-то цели и так далее. А смысл всего, перейти на следующий уровень, то есть вот из этого блуждающего такого внимания и сознания, перейти на уровень, когда ты четко знаешь, что у тебя есть божественная душа, есть Бог, этот уровень игры, этот мир, это ты проходишь через него, как через компьютерную игру, и ты выполняешь заповеди, в конце концов, все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. И когда ты это понял, признал, осознал, в этот момент тебе просто нужно это не забывать, потому что, если ты только расслабился, то опять ты начинаешь блуждать, легко мы сердцем и глазами. И заповедь цицит, она нужна для того, чтобы вспоминать, вспоминать об этом, что главное это заповеди, и тут же ты переключаешься, а что Бог от меня хочет, секундочку. Начинается, кстати, интересно, что сборник законов Шулхана Рух, начинается с заповеди, с какой? Шевите, ошемлены, где томит. Всегда представляю себя перед Богом. И когда ты вспоминаешь о том, что ты перед Богом, что Бог за тобой наблюдает, что у тебя есть набор заповедей, которые ты должен делать, Тора, ты узнаешь, что делать, заповеди, ты выполняешь заповеди, и добрые дела, ты являешься посланцем Бога, распространяешь добро в этом мире. Все. В этом весь человек, в этом жизнь, в этом смысл жизни. И вот эти вот цицит, об этом мы должны напоминать. Поэтому сказано, что заповедь цицит, она приравнивается ко всем заповедям, потому что она тебе напоминает, она тебя как включает. Я вспоминаю, когда меня на тренингах обычно спрашивали, «А что это у вас за веревочки висят?» «Что за веревочки?» Я говорю, «Это цицит, значит, чтобы вспоминать все заповеди Бога и не блуждать леком и сердцем и глазами». Люди говорят, «Непонятно». Излагаете. То есть, это какой-то непонятный у вас, такой, непонятный текст. Я говорю, «Тогда я вам попроще объясню». Один директор крупной компании искал себе личного помощника, секретаря. И, значит, он проводит собеседование, проводит он собеседование, заходит молодая девушка, и, значит, такая очень молодая, симпатичная, обученная, прямо села нужным ракурсом, все одето, все продумано до мелочей. И, значит, и он увлекся, и он увлекся этой девушкой, и он такой, есть вопросы задает, какие-то еще вопросы, еще вопросы, уже как бы выходит за рамки собеседования все эти вопросы. Его заместитель ему говорит, Сергей Александрович, Сергей Александрович, трое детей. Он такой говорит, где, не вижу, у нее трое детей, разве? Он ему говорит, нет, у вас трое детей. И это как раз вот это вот напоминание, я ему говорю, что у меня трое детей, потому что когда ты смотришь на эти цы-цы, они у тебя висят вот так вот с двух сторон и сзади с двух сторон, то ты вспоминаешь, что у тебя есть заповеди всевышние и так далее. И то, куда тебя влечет твои глаза и твое сердце, твое желание, как есть известный психолог, который говорит, живи по принципу хочу и буду. Так если ты живешь по принципу хочу и буду, так ты окажешься очень скоро в совершенном хаосе и в тупите, потому что ты сегодня хочешь одно, завтра ты хочешь другое, сегодня ты хочешь третье, а спортом ты заниматься не хочешь, а полезную еду ты есть не хочешь, а вредную ты хочешь. То есть если ты будешь все время жить влекомый сердцем и глазами, то жизнь становится хаосом, потому что именно глаза, они мелькают куда хочешь, сердце у него сто разных желаний, и это не еврестий способ жизни. Еврестий способ жизни это идти по четкой системе. Тора, заповеди, вера во Всевышнего, добрые дела, все. Вот мы разобрались сейчас с заповедью цицит. Разобрались мы с ней поверхностно, мы ее смысл попытались понять. Есть там нюансы. Эту заповедь надо выполнять везде, она возложена только на мужчин. Только мужчины выполняют заповедь цицит. Женщины просто смотрят на цицит и понимают, что трое детей. А значит, по закону, если одежда шерстяная или льняная, и нить шерстяная или льняная, то ты обязан тогда. История заповедь цицит вот так выполняется. Кстати, здесь интересно, что первые два было человека, это Каин и Эвель. Каин, он был земледелец, это лен. А Эвель, он был пастух, он овец приносил в жертву Всевышнему. И здесь тоже вот шерсть, лен, вот эти вот все вещи очень перекликаются. Там есть очень глубокие вещи. Теперь, значит, ну, мудрецы сказали, что любая одежда с четырьмя углами должен носить, и утром, и вечером должен носить, и так далее. Это десятая заповедь. Теперь и последнее, что сегодня мы читаем небольшие рассказы про великого праведника Рав Ицкагзильвер, Зехрононцедикли Враха. И мы читаем эти рассказы, чтобы понять, а как вот люди, которые полностью посвящали себя только служению Всевышнему, как они жили. Кстати, интересно, вот есть такая книга, есть такая книга, вот. Я всем советую ее как-то найти, заказать, чтобы ты остался евреем. Эта книга называется, чтобы ты остался евреем, это о его жизни. Рав Ицкагзильвер. Книга называется, чтобы ты остался евреем. О его жизни потрясающая книга, невероятная. Значит, вот рассказ, рассказывает его дочка Хава Куперман. Он жил до 71-го года в Таштенте и уехал уже в Израиле с Таштента. Сам он 17-го года рождения. Значит, рассказывает Хава Куперман. Рассказ называется «Бесстрашие». Он ничего не боялся в жизни. Ему было важно, чтобы мы знали, это его дети, у него было четверо детей, что он ничего не боится. Один человек однажды увидел его руки и сказал, глядя на них, «Ты ничего не боишься». Папе это было очень приятно. Он очень радовался. Я думаю, это было лет 20 назад. Когда он сидел в тюрьме, он сидел в тюрьме с 50-го по 53-й год. Когда он сидел в тюрьме, он знал, что там на трусливых людей блатные набрасываются. Однажды в Таштенте я видела драку в автобусе. Дрались ножами. Мне было около 7 лет. Ножи сверкали со всех сторон. Папа сказал нам, детям, не бойтесь, не подавайте вида, что вы боитесь. Если они почувствуют, что вы боитесь, они сразу с вами начнут. Он ничего не боялся. Слово «боюсь» никогда не звучало в нашей семье. Ему могло быть что-то неприятно делать, но он считал, что человек не должен ничего бояться, кроме Бога. Он учил нас быть бесстрашными. Папа очень уважал бесстрашных людей, и он воспитывал в нас бесстрашие разными упражнениями. Не наглость. Это другое. Бесстрашие. Вот это интересный такой рассказ, воспоминания. Действительно, он, кроме Всевышнего, ничего не боялся. Это очень важно поменять все свои страхи. Обычно люди боятся за здоровье, за благополучие, за близких, за все. У него был один страх. Он все это поменял на один страх перед Богом, чтобы не нарушить заповеди Всевышнего и во всем выполнять его волю. И тогда у тебя в голове всегда звучит то, что говорил царь Давид в Салмах. И очень важно с помощью изучения Торы и выполнения заповедей почувствовать вот эту вот связь с Богом, и почувствовать, что ты всегда в домике. То есть, если ты со Всевышним, то, конечно, у тебя в жизни все будет хорошо. Все. Желаю всем хорошего, прекрасного дня, полного выполнения заповедей, изучения Торы и помощи ближним. Это три основы, на которых стоит мир. Изучение Торы, знать, что Бог хочет. Второе. Выполнение заповедей. Выполнять то, что Бог сказал выполнять. И третье. Это добрые дела. Значит, быть посланцем Всевышнего и делать добро людям. Все. Счастливо. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Спасибо за поздравления. Значит, можно на моей странице в Facebook отца поздравить моего с днем рождения. Ему будет очень приятно. 89 лет. У него в Facebook нет, к сожалению. К счастью, может, и так далее. Хорошо. Всем удачи, успехов, счастливо, пока. Хорошего, прекрасного дня.